Дискуссионная площадка, посвященная семейным ценностям. Андреевские чтения, девятый год подряд, как в первый раз. Убирать шапки и доставать футболки? Расскажем о студенческой весне 2024 года. Всем привет! В эфире «Универ Новости», а в студии Аделина Абдрахманова. В год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. Казанский федеральный университет это подтверждает. В императорском зале вуза открылась дискуссионная площадка, на которой обсудили самое важное в жизни человека. В Казанском федеральном университете открылась дискуссионная площадка юридического факультета, на которой приглашенные спикеры поговорили о традиционных ценностях в условиях глобального поликризиса. В этом году объявленный годом семьи президентом Российской Федерации Владимиром Путином, это особенно актуально. С приветственной речью перед гостями выступили президент Казанского федерального университета Рияс Минзарипов и декан юридического факультета Лилия Бакулина. Я вам желаю успехов в этом дискуссии, потому что две ценностей, особенно семейные ценностей, наши нравственные ценностей. Их надо, конечно, всегда с детства воспитывать и передавать молодым, молодым, красавчиком, гадемым. Без этого мы не ищем общество. И мы тогда и вернемся в состояние депутатии. На мероприятии в качестве непосредственных участников присутствовали Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, Тимур Сулейманов, помощник Раиса Республики Татарстан, Софья Мустафина, первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан, Минцелья Закирова, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, Рустам Гельмуддинов, проректор по образовательной деятельности Болгарской Исламской Академии, Елена Студеникина, начальник управления ЗАГС города Казани, и Гасан Гусейн-Ибрагимов, член-корреспондент Российской Академии Образования. Модераторами выступили Юлия Виноградова, директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, и Элиза Азизова, студентка пятого курса юридического факультета. Тема для первой дискуссионной площадки выбрана незамечательно. Об этом уже говорили. Я сказал, да, действительно, в 2024 год, я был президентом Годом семьи, приняты ряд стратегически важных нормативных документов, и это не только основа государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, но и ряд других очень важных документов. На панельной дискуссии спикеры и эксперты обсудили, пожалуй, самые важные вопросы, представили свои образы современной российской семьи, поговорили о семейных праздниках, традициях, проблемах, и, конечно, об угрозах для семьи, которые могут таиться в самой неожиданной ситуации и месте. Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На площадке Института психологии и образования Казанского федерального университета состоялось открытие 9-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Андреевские чтения. Современные концепции и технологии творческого саморазвития личности», посвященной памяти известного в мире науки казанского ученого и автора учебников по развитию личности и педагогики, по которым работают сегодня и лучшие вузы страны, Валентина Андреева. Подробности расскажем далее в сюжете. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета открылась двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. 9-й Андреевские чтения «Современные концепции и технологии творческого саморазвития личности», посвященная памяти академика и профессора Валентина Андреева. Основной целью этой конференции из года в год является развитие и популяризация идей научной школы педагогики творческого саморазвития Валентина Андреева. С приветственной речью выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев, который отметил, насколько важно чтить память великого человека, не прекращая при этом длительные исследования, которые начинал в свое время Валентин Андреев. Я, безусловно, хочу сказать, что мероприятие очень важно, и, безусловно, те идеи, как Валентина Иванович заверовал практик в своей школе, они продолжаются, продолжаются в ваших работах, в научных исследованиях, в этом работе учили. Действительно, очень важно, что у нас есть эти мероприятия, где встречаются, встречаются последователи, и обсуждают эти темы, связанные с его школой. В этом году участниками мероприятия стали представители России, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Китая. Всего более сотни педагогов и тех, кто учится на педагогических специальностях в вузах. Почетными гостями и организаторами встречи, конечно, стала семья Андреевых, по сей день продолжающих деятельность Валентина Ивановича. Они с теплотой и гордостью вспоминают о члене семьи, который своей непрерывной работой и упорством положил начало множеству научных исследований. А даже после смерти остается в памяти людей, как основоположник научной школы, которая ставит перед собой решение важнейших проблем, таких как новые перспективы творческого саморазвития личности в цифровом мире, а также совершенствование инновационно-образовательной системы и обновление и трансформация педагогического образования. Андреевские чтения в этом году проводятся уже девятый раз. Следующий год будет юбилейный, 10 лет будем проводить. И Андреевские чтения – это всегда, во-первых, это большое семейное мероприятие. Здесь мы стоим все вместе с семьей. У нас в семье три профессора в разных направлениях. Мамочка наша, она вот все эти годы. Мы вместе с семьей проводим эти Андреевские чтения, и они становятся такими междисциплинарными, очень какими-то, ну, каждый раз новыми, каждый раз интересными. Мероприятие будет проходить 21 и 22 марта. Напомним, что идея проведения конференции принадлежит самому Валентину Андрееву, который заведовал кафедрой педагогики в Казанском университете. Когда профессора не стало, организацией конференции стали заниматься его ученики. Елизавета Газизянова, Александр Антонов, Универ Новости. Обильная и жестокая зима уже почти сдала свои позиции, уступив дорогу весне – самому воодушевляющему времени года. Эксперт Казанского федерального университета подробно рассказал о том, какую погоду ждать казанцам в ближайшие три месяца. Март этого года действительно выдался аномальным. Средняя температура первых двух недель была выше климатической нормы как минимум на полтора градуса. О последней декаде марта можно смело сказать, что она прогнозируется близко к климатической норме. Более того, она может превосходить устоявшуюся норму. По словам эксперта, вопреки ожиданиям, март будет теплее, чем ожидалось, ведь синоптики прогнозировали аномалию холода. В то же время март выдающимся оказался не только по температуре, но и по осадкам. Так, например, на сегодняшний день выпало всего 6 миллиметров осадков, и это за три недели марта, в то время как месячная норма для этого месяца составляет 38 миллиметров. И этот фактор также накладывает свой отпечаток и на количество снега, которое мы наблюдаем сейчас на улицах. У нас снег перестал накапливаться. В настоящее время у нас наблюдается даже убыль снежного покрова. И, правда, очень медленная убыль снежного покрова. И виной всему тот характер погоды, который установился у нас в последнюю неделю. В настоящее время погода нашего региона, республики Татарстан, определяется антициклоном. Именно он разгоняет облака над нашими головами и формирует условия, когда днем столбики термометра в положительной графе. В то время как ночью они опускаются ниже нулевой отметки. Так не происходит интенсивного таяния снега. Так, для примера, за последние два дня мы потеряли всего лишь один сантиметр снежного покрова. И, конечно же, интенсивное таяние снега прогнозируется лишь, когда устойчивый переход через нулевую отметку произойдет. В норме это происходит в последних числах марта. И в этом году наиболее вероятно это произойдет в сроки близкие как раз к климатической норме. Начало весны уже, как очевидно, для всех теплое. Что касается апреля, в этот месяц зима начнет окончательно сдавать свои позиции. Полное исчезновение снега ожидается лишь во второй или третьей декаде апреля. Можно найти много примет, связанных с погодой. К примеру, считается, что если зима снежная, то весна будет теплая, а если морозная, то весна наступит раньше, а лето и вовсе будет жарким. Если много сугробов, тогда можно ждать весной половодия, а летом богатый урожай. Все эти предсказания были придуманы, опираясь на многолетний опыт народа. И стоит сказать, что в них есть доля правды. Елизавета Газизянова, Арина Пятнова, Универ Новости. В Казани завершился этап фестиваля «Студенческая весна-2024». Совсем скоро свои концертные программы покажут Елабужский и Набережный Челнинский институты Казанского федерального. Как это было в столице Республики Татарстан, смотрите далее. 20 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» завершился ежегодный фестиваль «Студенческая весна», который объединил всех творческих студентов Казанского федерального университета. На протяжении 10 дней ребята вдохновляли зрителей яркими творческими номерами, заряжали их энергией и эмоциями. Последние конкурсные программы представили Институт геологии и нефтегазовых технологий, а также юридический факультет. Институт геологии и нефтегазовых технологий представил необычную историю Лизы, главной солистки группы «Другие лекарства». Героиня потеряла умение петь, из-за чего пыталась вернуть свой голос, ведь до масштабного концерта оставалось пара дней. Свои творческие номера показали театральные, творческие и танцевальные коллективы Евгения Булатова и Александр Кузнецов. Юридический факультет рассказал историю гениального шоколатье Вениамина Вонке. Волшебный сказочный мир приключений и шоколада подарил неповторимые впечатления как о самом герое, так и о шоколаде, который все так любят. Своими номерами поразили зрителей вокальной и вокально-инструментальной ансамбли, творческие и танцевальные коллективы. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций удивил зрителей необычной историей про творчество в виде призрака, чудом появившегося в театре, который исчезает и появляется вновь в сложный период. Атмосферу передали яркие номера от танцевальной студии, танцевальных и вокальных коллективов, вокально-инструментального ансамбля и хора Татьяны Корняковой и Вероники Масловой. На следующей неделе, 29 марта, свои конкурсные программы представят набережные Челнинские и Елабужские институты, чьи выступления точно не дадут вам заскучать, а, возможно, и удивят с такой силой, о которой вы и не задумывались. Адалина Абдрахманова, Арина Пятнова, редакция молодежных, телепрограмма «Универ ТВ», «Универ Новости». В апреле в издательстве АСТ выйдет графический роман «Герой нашего времени». Автор иллюстрации – студентка 4-го курса Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Екатерина Якубова. Графический роман – это форма комикса, отличительной особенностью которой является сложное и цельное повествование, рассчитанное на взрослых читателей. Начинающий художник-иллюстратор рассказала, что представитель издательства разместил сообщения в социальной сети ВКонтакте с предложением заняться созданием комикса. До этого девушка иллюстрировала Зины – малотиражное печатное издание, создавала рисунки для рубрик тематических групп в социальных сетях, рисовала наклейки и стикеры, которые не раз представляла на специализированных выставках. Получив пробное задание от издательства, она успешно с ним справилась, и с ней заключили контракт. Сейчас Екатерина сконцентрировала свое внимание на написании дипломной работы – адаптивный дизайн интерьера общеобразовательного учреждения для учащихся с ограниченными физическими возможностями. После окончания университета талантливая девушка хочет быть иллюстратором, сотрудничать с издательствами. В то же время она не исключает, что начнет преподавать. Педагогическая работа ей тоже по душе. Книга доступна для предзаказа в нескольких книжных интернет-магазинах. В Музее исламской культуры, государственного, историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялось открытие выставки «Наследие Ясави и Древний Туркестан». Она приурочена к 930-летию Ходжи Ахмеда Ясави, выдающегося поэта, мыслителя тюрко-мусульманского мира, а также к 20-летию включения мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Открытие выставки посетили генеральные консулы Исламской республики Ирана, Республики Казахстан и Узбекистан. Основную часть выставочного проекта составляет археологическая, этнографическая и художественная коллекция Музея-заповедника «Азерт-Султан». Уникальный артефакт и знакомит с древним городом, оазис на Великом Шелковом пути. Здесь в XII веке создал свои поэтические и философские шедевры Ходжа Ахмед Ясави, поэт, мыслитель, основоположник тюркской традиции суфизма, оставивший огромный след в духовной культуре многих народов мусульманского мира. Фотографии, произведения, живописи, реконструкции и макеты знакомит с памятником всемирного наследия ЮНЕСКО мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. На выставке представлены реликвии, хранящиеся в мавзолее, светильники и другие элементы наружного и внутреннего убранства великого памятника архитектуры, построенного по указу Тамерлана более шести веков назад. Символично, что выставка расположилась в еще одном памятнике всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Музей-заповедники «Казанский Кремль» в мечети Кул-Шариф, названный в честь поэта, последователя суфизма, сейда главы мусульманского духовенства Казанского ханства. Выставка работает ежедневно с 9.00 до 19.30, до 21 апреля. На этом все. В студии была Абелина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова